Приобщить к занятиям физкультурой как можно больше жителей губернии, оказать материальную поддержку тренерам, а также развивать инфраструктуру для занятий спортом. На решение этих задач не только нацелена новая региональная программа «Мастер спорта». Она создана по решению главы региона Вячеслава Федорищева, а в формировании документа участвовал широкий круг представителей спортивного сообщества. То, как будет реализовываться программа, обсудили на встрече в областном правительстве. Участие приняли заслуженные мастера спорта, тренеры и руководители федерации. Наши основные цели к 36-му году таковы. Войти в 30-ку лучших регионов по уровню обеспеченности объектами спорта. А по доле граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, мы стремимся попасть в 20-ку сильнейших. Ну, а также ставим себе цель сохранить свое преимущество и быть в десятке по уровню подготовки спортивного резерва и спорта высшего достижения. Так, на укреплении материально-технической базы всем муниципалитетам губерний из областного бюджета выделят порядка 47 миллионов рублей в этом году. 36 миллионов получат муниципальные спортшколы. 154,5 миллиона в ближайшие годы направят на обновление существующих и создание новых спортобъектов. Планируется, что таковых в регионе появится более 500. В программе предусмотрены меры поддержки тренером, молодым специалистам. В частности, для их привлечения на сельские территории, с 2025 года будет запущена программа «Земский тренер». Спортсмены также смогут рассчитывать на единовременное вознаграждение в размере от 20 до 150 тысяч рублей за разряды и почетные звания. Эта выплата введена по инициативе Вячеслава Федорищева. Планируется, что ежегодно ее будут получать порядка тысячи человек. У нас программа привязана к бюджету, и поэтому здесь также одновременно в перечень поручений, чтобы все бюджетные процессы были правильно построены, и уже при подготовке нового бюджета 25-27 мы все предложения учли. Дальше. Нам необходимо обеспечить максимально качественную обратную связь со спортсменами, с коллегами, которые с нами сейчас здесь, которые участвуют в нашей работе. Поэтому совет при губернаторе по развитию спорта нам необходимо уже утвердить. Принято. В ходе обсуждения программы к главе региона обратился представитель спортивного сообщества Новокуйбышевска. Он пожаловался, что в одной из местных школ нет директора, а само здание приходит в упадок из-за нехватки финансирования. Вячеслав Федорищев пообещал, что уже в ближайшее время проблему решат. В течение месяца Лидия Анатольевна сейчас формирует комиссию по моему поручению, и в течение месяца там будет назначен руководитель. Как только там появится руководитель, как только программа того, что мы будем делать, будет утверждена, дополнительное финансирование со стороны региона будет. Школа не закроется, школа будет. Продолжать работать, восстанавливаться там, где необходимо восстановиться и быть, какой она всегда была, сильной и великой. Как отметил глава региона, несмотря на то, что программа «Мастер спорта» сформирована, она постоянно будет дополняться и корректироваться в зависимости от дальнейших приоритетов и запросов отрасли. Регион продолжает участвовать и в реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Цель к 2030 году увеличить долю жителей области, систематически занимающихся спортом, до 70%. Сейчас этот показатель превышает 57%. Сергей Сергеев, Константин Макаревич, телеканал «Губерния».